Привет, мои хорошие! С вами Селена. То же время, то же место. И угадайте, что? Э, ветер! Как бы так стать, чтобы его не было особо слышно, а было слышно только меня. Ну и что вы думаете? Что мы сегодня будем с вами делать? Так хочется сохранить интригу! Ну да, сегодня мы будем делать тату. А, ну у меня же в названии уже будет написано новое тату. Ну а пока, короче, я иду, я уже приехала. Сейчас хочу быстро мороженку взять или что-нибудь надо взять. Что-нибудь похрустеть быстренько. Пока мне будут делать. Вы пока думайте, где я ее буду делать и какую тату. А я пошла в магазин. Я взяла себе, короче, тут кока-колу и баунти. Я хочу, чтобы было райское наслаждение. Я не знаю, больно будет бить тату мне. Такая уже, по-моему, попалила, да, где я хочу тату сделать. Короче, больно мне будет или нет, я не знаю на этом месте, потому что в разных местах всегда по-разному. Но буду терпеть, что делать. Я очень хочу. Привет. Привет, заходи. Я, как всегда, с камерой. А, ты не бахилы? Так, бахилы. Как же ты с камерой? Конечно. Сейчас, у меня полные руки. Сейчас я тут все разложу, покажу. Камера просто уже мне задолбала. Мне. Так, ну что, пока меня не было, сколько ты татуировок наделал? Еще 2 тысячи. 2 тысячи? Да. А сколько меня не было? Ну, сколько? Год, два. Еще 2 тысячи татуировок? Ты что, меня год разве не было? Два? А сколько? А сколько меня не было? Охренеть. Так время летит. Не, ну у меня уже пацан базарит, он уже взрослый, там все дела. Так дети растут незаметно, давай посмотрим. Да, посмотри. Хорошо, молодец, ухаживала хорошо. Да, все быстро зажило, все супер. Теперь пришла еще за одной. Хорошо. Сейчас подберем все решили, размер. Да, я смотри, я вообще сделала шаблончик, который я хочу, я скинула на флешку. То есть ты что, посмотришь, да? Давай, конечно. Но еще посмотрю твои варианты, и потом мы выберем. Да, мы посмотрим разные варианты. Размер, все сделаем, короче. Все, потом пооберну все. Ну да, да, правильно. Да, да, правильно вы все поняли. Будь сирена своей. Вот он. Так у меня вот он шрифт. Да, такой же? Да. Я тебе его скинула. Ну сейчас будем тогда выбирать, которые тоже прикольные шрифты. У меня в моей программе только один вот этот классный шрифт, воздушный такой. Мне вот его хочется. Но мы сейчас посмотрим. Он необычный такой, интересный. У Стаса очень много шрифтов всяких, подборка вообще тут вариантов, море. Плюс ты рисуешь же, да, напомню? Да, конечно, конечно. Рисует и может еще что-то убрать, что-то добавить, то есть как художник. Мы работаем уже конкретно с человеком. Я общаюсь и узнаю вообще, что он хочет. Потому что многие до конца не осознают, что им надо. Ну, они же не профессионалы в этом деле. Но примерно есть какие-то мысли какие-то. Они отзвучивают. Я уже даю какие-то рекомендации, прорисовываю, и мы создаем эскиз. Это вот уже вместе. Вау, вот это, глянь, какие тоже красивые буквы. Да, сейчас меня тоже возьмем. Посмотрим. Мы все-таки решили сразу, что вот нам нравится вот этот шрифт. Классно. Теперь надо определиться с размером. Это тоже, знаешь, задача. Очень важно, да, чтобы размер татуировки был оптимальный, чтобы она не была слишком громоздкая, либо слишком маленькая, чтобы она не сливалась. Давай, дождусь. Какой свет красивый вот здесь. Я такая загорелая прям. Так, я подготовилась, мы замерили сейчас размерчик. Сейчас Стас вырезает. И приложим, посмотрим. Потому что размер не знаю, какой хочу. Здесь такое место как бы еще неопределенное для меня. Теперь мне не нужно менять имя в паспорте. Вот мой паспорт. На моем теле все сделаю. К зеркалам добавить. Смотри. Только ручку опустив только корпусом. Вот так. Вот как тебе. Но она будет меньше выглядеть немножко. Белый цвет он увеличивает чуть-чуть визуально. Ага, а если чуть-чуть вбок туда? Сюда можно. Тогда смотри, вот у тебя плечико начинается уже. Можно ее начать отсюда. Тогда ее можно сделать, будет больше. Но она будет вот в этом месте, видишь, она будет чуть-чуть вот так выходить. Давай я еще распечатаю побольше. Давай. А это как вот при носке, вот если ну плечо, и вот так вот оно будет, что? Ну смотри, с этим шрифтом сильно искажаться она не будет. Он сам по себе вот такой. Поэтому вот если бы какой-то классический шрифт с одинаковыми пунктами, тогда бы она искажалась. Здесь такого не будет. Давай мы сейчас распечатаем побольше и просто посмотрим. Да, я вот хочу, чтобы она где-то была, знаешь... Мне кажется, что она маловато, да? Не к середине была, а к боку ближе. Вот здесь где-то. Ну тогда вам нужна однозначная шрифта. Сейчас я вот так еще растяну и вижу. Вот так вот прям, да, вот я вижу в этом. Сейчас побольше шрифт померяем, что лучше выберем. Селена своей. Сделать будет побольше. Вот да, вот отсюда вот. В ямочке может быть вот это будет. Вот так вот. Ага. Ну мне нравится больше это однозначно. Да, потому что это даже вот если просто приложить... Вот сейчас давай открываем вот эту. Пишу на какая-то... Маленька. А здесь такая прям сразу... Да-да-да. Но она будет, не будет такой массивной смотреться. Вот белого цвета не будет. Я сейчас переведу на тебя, ты посмотришь, она будет уже по-другому. Потому что белая нота. Да. Ну давай, начнем. Так, подержи, пожалуйста, я сейчас поменю. Там марш прям чуть-чуть. Да, вот не с плечика хочется, чтобы она где-то начинается. Так, ну-ка. Встань ровненько. Хотела спросить, кстати, подготовь меня. Вот на этом месте больно делать, нет? Терпимо. Ну, чем вот здесь. Ну, я думаю, менее приятно, чем здесь. Менее приятно, да? Да. Я буду готовиться. Говорят, на косточках вообще больновато, нет? Ну, да, но это очень индивидуально. Вот у меня и на ребрах люди спали, хотя на ребрах считается самая болезненная. А были такие, что и на плечах мыли как-то. Было такое, на бедрах спали, на плечах мыли. Прикольно сказано. Да, очень индивидуально все хочет. Поэтому лучше всего это расслабиться, не волноваться, не дергаться. Мы обведем все это дело. Сейчас все это обведется, переведется сначала. Мы посмотрим, чтобы все было четенько. И только потом начнем работать. Начнем бить. Я вот полностью готова к новой дату. Вот тогда еще тогда я не была готова, а вот сейчас уже готова. Это же первая была. Первая. Да, вторая была. А, вторая. Да, да. Это третье на это. Еще я приготовила место для второго ребенка уже. Ну, и для многих событий в своей жизни. Ну, места еще много. Место много, да. Стас сказал мне не двигаться пару минуток. Это сложно. Сразу хочется двигаться. Мы перевели татушечку нашу. Сначала перевели по одному. А у меня же такой вот ум, знаете, мне же вот нужно, чтобы... Как это называется вообще, когда у человека вот ему вот секундочка, миллиметрик... Перфекционизм. Перфекционизм. Да, вот я заметила, что у меня есть нотки этого. Я не прям как-то вот могу себе такое назвать, но есть в каких-то моментах, что я прям не могу. Вот оно мне будет не то. В общем, мы довели до идеала. Тату мою. Вот. Сейчас Тас начнет ее рисовать. Наносить, как правильно, да? Наносить. Да. Вот. И теперь вот все идеально. Я чувствую хорошо. Ну, и потом уже чуть-чуть процесса, если получится, сниму. Мне же не надо шевелиться, ничего там делать. Буду рассказывать. Расскажу, короче, потом, что как и что чувствую. Насколько больней, чем вот это, или наоборот, менее больней. Сейчас, короче, лягу и буду спать. Но я такой человек из тех, которые спит, а не ноют. Скорее. Терплю. Да, у нас тут игла. Одноразовая, запакованная. Все четенько. И вот еще что-то. Все чистенько. А такую статуху бить сидя или лежа? Лежа можно. Ой, хорошо. Очень удобно будет. То есть ты на спине будешь лежать. Очень удобно в том плане, что проще расслабиться, легче. Когда лежишь, очень удобно. Расслабиваешься и думаешь о чем-нибудь приятном, хорошем. Это у тебя что, вместо подушки? Очень удобная вещь, очень. Удобная? Сейчас проверим. Ты уже на практике, да? Домой хочешь? Это просто полотенце, да? Да, да. У меня, кстати, в последнее время на своей кровати не могу спать. Очень все больно. И просыпаюсь, все болит. И голова, и подушки тоже. Может, такие надо взять? Может быть. Надо экспериментировать. Сейчас полежу. Все говорят, что очень удобно. Говорят, что ж такое. Как классно. Сейчас я и спробую. Лучше, чем. Я улеглась. Я думаю, что не сильно будет больно. Как-то мне кажется, что будет так же. Ты оптимистка. Да, я оптимистка, это точно. На самом деле, очень важно настроиться. Настроена позитивно, а то и сильно больно не будет. Очень важно, как настроиться. Как странно. Простите. Ты заметил, что я уже расслабилась? Я уже привыкла немножко, и психологически, и физически уже не так хорошо. Все, я встала, иду к зеркалу. Вау. Вау. Красота. Сейчас немного красноватая, но потом... Так, что сейчас с ней надо делать? Ее надо... Замажешь, заклеишь. Замажешь, заклеишь, и все. Красота, красота. Сейчас, короче, выйду, еще очень много расскажу впечатлений, всего-всего. Сейчас все сделаем, спрячем мою девочку-селеночку. И все. Блин, Стас. Да, ты знаешь, что я за татухами только к тебе? И всех друзей своих тоже к тебе посылаю. Спасибо. Ну, стараюсь. Класс, вишеная легла хорошо. Сделали так, как ты хотел, и приподняли там. Все супер вообще, идеально просто. По простению сойдет, будет вообще хорошо. Отек, когда сойдет, она чуть-чуть осядет, и она будет еще нерезать. Класс! Спасибо вам. Вот, все. Все сделали, красоту мою. Все, буду следить, ухаживать теперь. Твоя задача, чтобы она не высохла. Чтобы не высохла, хорошо. Чтобы она все время была в мази. Хорошо, в мази. Я хотела просто показать немного тату. Чем я занималась, пока мне делали тату, я разглядывала татуировки, какие люди делают. И мне стало так интересно. Вообще, вот, татуировки, это такая вещь. Это же не просто так. Мне стало любопытно, с какими мотивациями люди делают себе татуировки. Что они означают. Смотрите, какие необычные. В общем, я это все разглядывала. На самом деле, у Стаса очень много татуировок. Вот там еще. В общем, пока меня не было, уже... Есть что-нибудь? Ну что, ты ждешь? Готов всем бить? Конечно, приходите. Немного рада вам еще. Супер. Ну что, я безумно довольна своей новой тату. Что могу сказать по чувствительности? Здесь самое чувствительное место из тех, которые у меня были. Но у меня были на руках, вот здесь и с другой стороны. Не особо там вообще у меня руки какие-то... Я не скажу, что я такая черствая, да, нечувствительная женщина. Мне кажется, у меня просто средний порог чувствительности, да, вот как обычно. Есть просто более чувствительный, есть менее чувствительный. У меня средний порог, и я могу сказать, ну, например, татуаж бровей, это вообще, это просто, ты ничего там не чувствуешь, да. Тату, это немного другое, оно делается чуть глубже, и, конечно, есть чувствительность. И вот здесь чувствительность была, когда Стас проходился вот первый раз, да, вот он прошелся по всей надписи. И потом ты уже знаешь чувство какое-то, да, и как будто ты как бы привыкаешь. И даже я там пару раз еще не уснула даже серьезно, пока он делал все это. Что мне нравится вот в таких людях, как Стас, да, вот профессионал, это когда делают быстро свою работу, качественно и быстро. То есть мне кажется, что он этой машинкой орудует, как, знаете, вот в Инстаграме есть иногда, рисует каллиграфию. И вот просто берет человек кисть, да, и он рисует каллиграфию, он такое делает. Не просто даже, как мы написали, там, от руки уверенно, да, что-то. А мало того, что уверенно, но еще при этом красиво. И вот мне кажется, Стас, вот он один из тех людей, которые делают это вот так вот. Настолько профессионально, как моргать, ходить или еще что-то. Поэтому совершенно когда приходишь к нему делать тату, ты знаешь, что будет у тебя все на высшем уровне. Потому что у человека огромнейший опыт этого, да, плюс образование. То есть он художник, он видит, он знает, как, что делать, он даже посоветует. Бывают какие-то тату, знаете, мы увидели, хотим, а на самом деле оно вот именно технически, практически может там не получиться. Нужны какие-то коррекции. И для того, чтобы все было гармонично и красиво, да, для этого нужен профессионал, который все это увидит, посоветует и все сделает правильно. Так, чтобы вы ушли довольны. Вот, в этом смысле Стас самый лучший. И татушки я только-только к нему, только к нему. И, кстати, Леночка моя тоже у него, у нее есть тату, она тоже делала у него. Это она мне его и посоветовала. Ленусик, хэппи, спасибо тебе за таких людей. И также хотела еще поделиться своей мотивацией. Как я вам показывала, да, очень много всяких тату, я и разглядывала, пока лежала. И смотрела, думаю, вот разные мотивации у людей, да. Я хотела рассказать, почему я делаю тату и что для меня тату. Для меня тату, это в первую очередь красиво. Выбор тату, я считаю, вообще я к тату отношусь, ну, как бы, хорошо, да, вот ровно. То есть у меня нет такого, что... Ну, вообще, я люблю татушки. Нет, наверное, я люблю татушки скорее, чем не люблю. Да, я люблю татушки, и мне нравятся какие-то красивые, аккуратные, нежные тату. Мне кажется, они подчеркивают что-то интересное, какую-то индивидуальность подчеркивают. И выбор тату, вот здесь такой момент, на самом деле, нужно отнестись к этому серьезно. Потому что я человек, представьте, насколько я человек изменчивый. То есть мне сегодня что-то нравится, завтра может не нравиться. И долгое время я тату вообще не делала, потому что я боялась, что я сделаю тату, и мне не понравится. То есть у меня никогда перспектива, что говорят, будешь старенькая с татухами. Меня это никогда не пугало, ну и что, и клево буду старенькая, прикольная. То есть это вообще... Потом, если ты делаешь на каких-то местах, где ты можешь там поправиться, еще что-то татушка, это тоже хорошая мотивация. Вот, например, на животике где-нибудь делаю, да, или где-нибудь вот здесь вот там на ребрах, да. И чтобы красиво это выглядело и показ, нужно держать себя в форме. Это хорошая мотивация, чтобы держать себя в форме. Но вопрос в другом. Тату вы должны свое любить. То есть мотивация должна быть какая-то вечная. Ну, в плане, ну, например, я пишу имя сына. Ну, что может случиться, чтобы я хотела убрать тату эту или вывести? Никогда. Это мое родное. Это навсегда. То есть что бы ни случилось, ты никогда не захочешь вот это все убрать. Ну, на мой взгляд, это, ну, мое видение. Я не захочу ее убрать никогда. Это мой сын, моя кровь. Это все. Это навсегда. Поэтому можно делать тату с именем своего ребенка. Одного, второго, третьего, неважно. Еще у меня есть тату, которая такая более духовная, да. То есть написано, переводится как don't stop, но можно же подумать все, что угодно. И каждый человек может подумать все, что угодно, не останавливаясь, а переводится, да. В каком смысле? Неизвестно. Я знаю, что это, и это мне напоминание. То есть каждый раз, когда кто-то спрашивает или кто-то смотрит, или я это вижу, или на фото, или еще что-то, я каждый раз себе напоминаю о том, чтобы я не останавливалась. И это работает. Оно меня вдохновляет, мотивирует. И красиво. Что касается тату Селена Свей, то этот момент тоже осознание. Но я осознала, конечно, намного раньше это, чем сделала тату. И я давно уже хотела это сделать, просто искала подходящего времени. Это говорит о том, насколько серьезно я отношусь к своему делу, насколько серьезно я отношусь к своему детищу, да, к своему каналу Селена Свей. И что это не просто мое второе имя, да, что это не просто никнейм какой-то придуманный. Это все, это все, это я, и это моя галочка, знаете, как галочки дают, это подтверждение моей страницы, это говорит о том, что все серьезно, и это навсегда. Все, это навсегда. И что бы ни случилось, это изменило мою жизнь, это изменило мою жизнь, и оно продолжает менять меня. Да, это серьезно, это навсегда, и поэтому я решила сделать. Плюс это красиво, да, красиво. И шрифт такой не сразу, может быть, кто-то даже поймет, что там написано. Ну, кто не знает, не, кто знает, как канал мой называется, может быть, сразу прочтет, а кто не знает, не знают, будут спрашивать, а что это за Селена Свей. Что это такое, что это значит? Буду рассказывать, объяснять. Ну, в первую очередь, это красиво. Мне очень нравится, когда здесь татушки какие-то, и вот воздушное что-то. Тату еще надо вот делать, да, вот мне должно прям ощущаться, вот шрифт, размер, место, оно должно прям ощущаться интуитивно, прям, знаете. Вот мы сделали чуть-чуть, да, сначала, оно было немножечко так вот по-другому повернуто, да, и вот я смотрю, что-то нет не то. Мы потом раз, сдвинули чуть-чуть, и вот оно прям легло идеально все, да. То есть ты уже понимаешь, вот, и ее место. Короче, я очень довольна, теперь я буду носить всякие такие кофточки, как я люблю, да, что-то будет выглядывать моя татушка. Короче, очень красиво, очень красиво, мне очень понравилось, настроение вообще поднялось, потому что у меня сейчас некоторые события в жизни происходят неприятные. Потом расскажу о них, просто я не могу пока рассказывать. Так, Натали звонит. Алло, привет, Натали. Привет. Я татушку только себе набила, вот, и... Овес знает. Я же сказала, что я татуху доеду бить. Ну вот я вышла сейчас, и сейчас мне должны звонить, мне в магазин надо заехать. А вы что делаете? Ну не, мы в парк не поедем. Да. Так а вы что, гуляете еще? Собираетесь гулять или что? Не, ну мама с малым пока, мне надо в магазин и квартиру еще надо показать там. Я на сельмаше как бы, если хотите там, ну подъезжайте, может, посмотришь, ты что в магазине там хотела. Я не знаю, я вот сейчас туда еду, просто мне должны позвонить, я должна, если что, отъеду на квартиру. Вот, а так в магазине, да не знаю. Давайте, жду вас туда. Короче, я счастлива, и что я могу сказать? Если человек хочет делать тату, то надо делать. Если не хочет, сомневается, то не нужно себя заставлять. Все должно идти отсюда, потому что это наше тело. Вот. И всем, кто любит татушки, всем респект. Я, естественно, рекомендую только Стаса в Ростове-на-Дуну, он у нас самый лучший, я считаю. Поэтому я только к нему и всем его рекомендую. Все, мои хорошие, теперь вы будете видеть видосы с новой татушкой. В инстаграме спрошу, как вам, что вам. Так что увидимся в инстаграме, если что. Все, целую, вас люблю, обращаюсь до следующего видео. Если понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь, кто первый раз, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.